Многие молодые люди Центры реабилитации миссии «Бог усмотрит» сегодня переполнены студентами, поэтому с каждым годом открываются новые и новые центры. На сегодняшний день уже работает 10 центров реабилитации. Два центра в Портленде – штат Орегон, два в Сакраменто – штат Калифорния, один в Сиэтле – штат Вашингтон, один в Эверетт – штат Орегон, один центр в Чикаго – штат Иллинойс, один в Пуэрто-Кортес – в Гондурасе, один в Австрии – город Вена и центр реабилитации в Украине – город Вознесенск. Программа реабилитационного центра миссии «Бог усмотрит» рассчитана на один год и разбита на три этапа. Первый этап – это кризисный период. В это время студент проходит ломки, совершает покаяние, проходит исповедание, оставляет вредные привычки и меняет стиль жизни. Сначала, когда я приехал сюда, было тяжело, потому что не знал, куда я попал и с кем буду общаться, так как я приехал из другого штата и не знал, чего ожидать. Первую неделю не мог нормально спать, есть. Мне нужно было доверять Богу, чтобы пройти через ломки и недуги. Я не знал, куда я приехал и почему я здесь. Я лежал в кровати, страдал, было очень трудно, но я надеялся на Бога, потому что только Он мог мне помочь. Я знал, что мне нужно это пройти, и для меня это было очень тяжело. Эту картошку нам пожертвовали братья из Мозыслейка во Христе, чтобы нам питаться, кушать. Кризисный период очень важный и часто для реабилитантов самый трудный. В это время они особенно нуждаются в молитвенной поддержке служителей, которые когда-то сами проходили через это. Но еще труднее научиться смиряться и поддерживать дисциплину и порядок в центре. Второй период – это реабилитация. В этот период студент усиленно изучает Слово Божье, меняется его характер, учится жить праведной жизнью. Месяц спустя после ломок и физических страданий Бог начал со мной работать на духовном уровне. Я знал, что попал в правильное место, потому что здесь Бог нашел и спас меня. Честно говоря, я начал искать Его. Я знал, что это единственный путь. Я знал, что Бог меня сюда привел. После кризисного периода наступает период реабилитации. В это время служители центра обучают студентов физически работать, убирать в доме, готовить еду для команды, мыть посуду и главное – это изучать Библию и лично искать Бога в молитве. Третий период – это адаптация, когда студент находит свое призвание в жизни. Мы помогаем им найти служение в церкви и учим их преодолевать жизненные трудности самостоятельно. Я нахожусь здесь уже четыре месяца. Я верю, что исполняю волю Божью, помогая людям проходить ломки, искать Иисуса. Помогаю с библейскими уроками, наставляю, подкрепляю, делюсь с ними тем, что у меня уже есть. Период адаптации задачей служителей является помочь студентам найти свое призвание в церкви и помочь им начать служить другим людям. Многие реабилитанты по окончанию программы остаются в центре, чтобы помогать другим студентам, а некоторые отправляются в другие города и страны для открытия новых центров реабилитации миссии «Бог усмотрит». Мы сейчас находимся в Сакраменто, Калифорния, на территории второго центра реабилитации. Мы когда сюда приехали и открылся первый центр реабилитации, мы вскоре поняли, нам нужно второй. И мы приобрели это место, эту территорию. И сейчас здесь происходит стройка, люди приходят, они благословляют нас, кто-то вставляет окна, кто-то чем, что может помочь. Мы сегодня нуждаемся в материале, нуждаемся в людях, которые бы пришли и помогли нам в этой стройке, чтобы вскоре здесь открылся центр этой реабилитации и здесь спасались бывшие наркоманы и алкоголики. Это здесь у нас будет большой офис, проходить будут митинги, здесь будут жить миссионеры и в дальней комнате там будет у нас проходить молитвенная комната. Благодаря партнерам миссии «Бог усмотрит», в 2013 году открыто шесть новых центров реабилитации, четыре центра в Соединенных Штатах Америки, один в Австрии и один в Украине. Через это служение уже многие получили свободу от наркотической и алкогольной зависимости и посвятили свою жизнь Господу. Пройдя программу школы, студенты не только освобождаются от зависимости, но и загораются желанием идти и проповедовать об Иисусе Христе, который возлюбил и спас их. Поэтому большинство людей стают служителями новых центров, студентами в миссионерской школе и миссионерами в разных странах, проповедуя Евангелие и работая с социально незащищенными людьми и детьми-сиротами. Если вам нужна помощь или вы желаете стать партнером служения реабилитации миссии «Бог усмотрит», звоните по телефону 503-505-15-74. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова